наука сознательного творения определение джерри абрахам вы говорили о сознательном творении расскажите нам о его смысле и поясните что вы подразумеваете подсознательным творением абрахам мы называем это наукой сознательного творения потому что предполагаем что вы хотите творить по собственному желанию на самом деле более точно было бы назвать это законом творения потому что он работает независимо от того он думаете ли вы о том чего хотите или о том чего не хотите когда вы думаете о том чего хотите или об отсутствии того чего вы хотите направление мыслей это ваш выбор закон творения будет действовать именно на то о чем вы думаете с вашей физической точки зрения уравнение творения состоит из двух важных частей запуск мысли и ожидание мысли желание творения и разрешение творения с нашей не физической точки зрения мы решаем обе части уравнения одновременно потому что между тем чего мы желаем и тем что ожидаем разницы нет большинство людей не осознают силу своих мыслей вибрационную природу своего существа или могущество законопритяжения поэтому они считают что все происходит в результате их действий и хотя мы согласны что физическом мире в котором вы сфокусированы действие важный компонент вы создаете свою физическую жизнь не действиями когда вы поймете силу мысли и потренируетесь в сознательном управлении ими то откроете для себя могущественный инструмент творение который возникает из желания и разрешения когда вы заранее позитивно предвкушаете что-либо мысленно от вас требуется намного меньше действий и эти действия намного результативней если вы не выделите время чтобы настроить свои мысли от вас потребуется куда больше действий без таких удовлетворительных результатов ваши больницы переполнены людьми которые действуют чтобы компенсировать неподобающие мысли они не создавали болезнь намеренно но все же создали ее своими мыслями и ожиданиями а потом отправились в больницу принимать физические меры чтобы ее компенсировать мы видим что многие люди проводят время обменивая действия на деньги потому что в этом обществе деньги необходимы для свободной жизни но в большинстве случаев действие совершается не от радости это попытка компенсировать плохо настроенные мысли вы можете действовать намеренно это часть очарование физического мира в котором вы живете но вы не предполагали совершать творение через физические действия вы собирались использовать свое тело чтобы наслаждаться тем что создали с помощью мыслей когда вы формулируете мысли заранее ощущая позитивные эмоции то этим запускаете творение когда вы движетесь через пространство и время к воплощению задуманного в будущем ожидая что она там появится тогда этим радостным творением которые вы запустили в будущее вы будете вдохновляться на радостные же действия когда вы действуете вашим сейчас если это не радостное действие мы гарантируем что оно не приведет к счастливым результатам это противоречит закону вместо того чтобы опрометчиво начать действия добивая желаемого мы рекомендуем придумать их в жизни увидеть их визуализировать и ожидать их и тогда они случатся идеи вас направят вдохновят и приведут к идеальному действию запускающему процесс который даст вам желаемое прислушайтесь к этому совету ведь вы наверняка думаете иначе я призываю это мыслью часто когда мы начинаем передавать нашим физическим друзьям знания о процессе сознательного творения то встречаем сопротивление у некоторых людей в жизни есть вещи которых они не хотят и когда они слышат наши слова о том что все приглашают свою жизнь сами то возражают абрахам я бы не стал это приглашать я этого не хочу мы настойчиво предлагаем вам эту информацию чтобы помочь понять как вы получаете то что получаете чтобы вы могли намеренно притягивать это и сознательно притягивать именно те вещи которые хотите при этом избегая притягивания тех вещей которых вы не хотите мы знаем что вы не приглашаете не привлекаете и не создаете их намеренно но мы будем говорить что вы приглашающий притягивающей и создающей, потому что вы делаете все это своими мыслями. У вас по умолчанию возникает мысль, и законы, которых вы не понимаете, реагируют на эту мысль, создавая результаты, которых вы не понимаете. Для этого мы и пришли, чтобы говорить с вами о вселенских законах, чтобы вы смогли понять, как получаете то, что получаете, и сумели сознательно контролировать свою жизнь. Большинство физических существ настолько сливаются с физическим миром, что у них остается очень мало сознательного понимания своей жизни с нефизическим миром. Например, вы хотите, чтобы у вас в спальне было светло, поэтому вы идете к настольной лампе, нажимаете кнопку, и комнату заполняет свет. Вы можете сказать потом, что выключатель создает свет, но вы и без наших объяснений понимаете, что все далеко не так просто. Это справедливо в отношении всего, что вы встречаете в физическом мире. Вы объясняете лишь часть причин, вызывающих события. Мы здесь, чтобы объяснить вам все остальное. Вы пришли сюда, потому что очень хотели получить физический опыт. Этот опыт будет не первым для вас. У вас было много жизней, и физических, и нефизических. Вы пришли в эту жизнь, потому что хотели далее поспособствовать постоянному развитию существа, которым вы являетесь на самом деле. Существа, которые вы можете не постигать из этого тела с помощью физических чувств, но на самом деле это существо более обширное, стремящееся к развитию и радостью часть вас. Общение с внутренней сущностью Мы хотим, чтобы вы вспомнили, что являетесь Творцом своей жизни, и в том, чтобы делать это сознательно, есть огромная радость. Мы хотим помочь вам вспомнить свою связь с нефизической частью себя, своей внутренней сущностью, которая осознает вас и вместе с вами участвует во всем, что вы делаете. Вы не помните подробностей того, как жили перед приходом в это физическое тело, но ваша внутренняя сущность полностью осознает все, чем вы стали, и постоянно снабжает вас информацией, которая помогает вам жить наиболее радостно в любой момент. Придя в эту жизнь, вы не взяли с собой память о том, как жили раньше, потому что эти подробности отвлекали бы вас от энергии вашего сейчас. Однако, благодаря связи с вашей внутренней сущностью, вы имеете доступ к знаниям, к более обширным горизонтам, к цельному себе. Более объемная нефизическая часть вас общается с вами и делала это с того дня, как вы пришли в это физическое тело. Это общение происходит по-разному, но все вы прибегаете к базовому способу общения в виде эмоций. Эмоции – это приятно или неприятно? Каждая испытываемая вами эмоция, без исключения, это сообщение от внутренней сущности, которое дает оценку правильности того, что вы в данный момент думаете, говорите или совершаете. Другими словами, когда вы продумываете мысль, которая вибрационно дисгармонирует с вашими общими намерениями, внутренняя сущность передает негативные эмоции. Когда вы делаете и говорите что-то, что вибрационно дисгармонирует с тем, что вы есть, и тем, чего вы хотите, ваша внутренняя сущность передает негативные эмоции. Аналогично, когда вы говорите или действуете в направлении, которое гармонирует с вашими намерениями, внутренняя сущность передает позитивные эмоции. Эмоций всего две. Одна из них приятная, а вторая – неприятная. Вы можете называть их по-разному, в зависимости от ситуации, которая их вызывает. Со временем вы поймете, что ваше система руководства, которая проявляется в виде эмоций, говорит с вами широкой, всеобъемлющей перспективы. И тогда вы сможете осознать, что на вашей стороне находится преимущество всех намерений, которые есть у вас здесь и сейчас, и тех, с которыми вы пришли в физическое тело. Вы поймете, что обладаете способностью включать в них все детали всех своих желаний и убеждений, чтобы в каждый момент времени принимать наиболее подходящее решение. Своему внутреннему руководству можно доверять. Многие пренебрегают своим интуитивным руководством, заменяя его мнениями родителей, учителей, специалистов или ученых ряда дисциплин. Но чем больше вы обращаетесь за советами к другим, тем дальше вы от собственных мудрых советов. Поэтому, когда мы начинаем напоминать своим физическим друзьям о том, кто они есть на самом деле, помогая им снова установить связь с системой руководства, они то и дело испытывают колебания. Они часто уверены в том, что недостойны или неправы, поэтому боятся идти вперед, доверяя собственному руководству или собственному сознанию. Потому что полагают, что может быть кто-то другой, кто лучше, чем они сами, знает, что им надо делать. Но мы хотим, чтобы вы вспомнили могущественное существо, которым являетесь, и причины своего прихода в эту реальность пространства-времени. Мы хотим, чтобы вы вспомнили свое намерение исследовать контрасты этого чудесного окружения, зная, что это приведет к созданию постоянного потока новых намерений. Мы хотим, чтобы вы вспомнили, кто вы на самом деле. Ваша внутренняя сущность или цельный вы или источник радуются развитию, которое есть вы. Мы хотим, чтобы вы вспомнили, что по силе своих эмоций в каждый конкретный момент времени вы можете судить, воспринимаете ли вы текущую ситуацию с более широкой перспективы, или отрезаете себя от источника, выбирая мысли с иной природой. Другими словами, когда вы чувствуете любовь, это означает, что ваше видение объекта внимания совпадает с тем, как его видит ваше внутреннее «я». Когда вы испытываете ненависть, это значит, что вы видите его без внутренней связи. Вы интуитивно знаете все это, особенно в детстве, но постепенно уступаете убеждениям старших и так называемых более мудрых окружающих, которые изо всех сил пытаются убедить вас, что вы не можете доверять собственным импульсам. Поэтому большинство из вас, физических существ, не доверяют сами себе, что нас удивляет, потому что вы можете доверять только тому, что исходит от вас самих. Вместо этого вы проводите значительную часть своей физической жизни в поисках списка правил или группы людей, – религиозной или политической, например, которые скажут вам, что правильно, а что нет. А потом вы проводите остаток физической жизни, пытаясь загнать свой квадратный брус в чужое круглое отверстие, пытаясь заставить старые правила, обычно написанные за тысячи лет до вас, соответствовать этой новой жизни. В результате мы, по большей части, наблюдаем у вас раздражение, в лучшем случае – замешательство. Мы также заметили, что каждый год многие из вас умирают во время споров о том, какой набор правил более подходящий. Мы говорим, не существует общего набора неизменных правил, потому что вы – изменяющиеся и развивающиеся существа. Если бы у вас в доме был пожар, и приехала пожарная машина с чудесными длинными шлангами и водой, и направили бы их на ваш дом и погасили бы огонь, вы бы сказали – да, это самое правильное поведение. Но если бы те же пожарники с теми же шлангами приехали бы в день, когда пожара нет, и начали заливать ваш дом, вы бы сказали – это неправильно. Это же касается и законов, которые вы передаете друг другу. Большинство ваших прошлых законов и правил не соответствуют жизни, которую вы живете сейчас. Если бы вы не планировали развиваться, то не пришли бы в эту физическую жизнь. Потому что вы здесь как развивающиеся, изменяющиеся, стремящиеся к росту существо. Вы хотите расширить свое понимание, и вы хотите обогатить все сущее. Если бы все придуманное давным-давно было бы окончательным, то у самой вашей нынешней жизни не было бы причин. Как я получаю то, что получаю? Сначала наши слова о том, что вы сами творите собственную реальность, встречаются радостно, потому что большинство людей стремится контролировать собственную жизнь. Но когда вы начинаете понимать, что все, что у вас появляется, вы сами притягиваете своими мыслями, вы получаете то, о чем думаете, независимо от того, хотите вы этого или нет. Некоторым из вас становится неуютно от якобы непомерной задачи следить за своими мыслями, разбираться в них и обращать внимание лишь на те, которые касаются желанных для вас вещей. Мы не рекомендуем вам следить за мыслями, потому что согласны с тем, что это очень утомительно и требует много времени. Вместо этого мы предлагаем вам сознательное использование вашей системы эмоционального руководства. Если вы уделяете внимание своим чувствам, то наблюдать за мыслями не обязательно. Когда вы хорошо себя чувствуете, знаете, что в этот момент вы говорите, думаете или действуете в согласии со своими намерениями. И знаете, что когда вы чувствуете себя плохо, то вы расходитесь со своими намерениями. Короче, когда у вас имеет место негативные эмоции, вы в этот момент создаете реальность неправильно, мыслью, словом или действием. Поэтому процесс сознательного творения, по сути, заключается в сочетании лучшего сознания своих желаний, четкого представления о своих намерениях и большей восприимчивости к собственным чувствам. Я единственный творец своей жизни. На этом этапе разговора часто возникает глобальный вопрос. Абрахам, откуда мне знать, что тому, что исходит из меня самого, можно доверять? Разве нет кого-то, кто лучше, чем я, кто пишет правила и хочет, чтобы я был кем-то определенным или делал что-то конкретное? Мы говорим, что вы сами творец своей жизни. Вы пришли в это физическое тело силой своего желания. Вы здесь не для того, чтобы доказывать собственную значимость или что-то другое. Вы здесь не потому, что стремитесь к спасению на каком-то другом плане. Вы здесь потому, что у вас есть конкретная цель, чтобы быть здесь. Вы хотите быть сознательным творцом и выбрали это физическое измерение, где есть пространство и время, чтобы точно настроить свое понимание и затем увидеть преимущество всего, созданного вами мысленно, позволив этому воплотиться в физической реальности. Вы способствуете расширению Вселенной, и ваше существование приносит благо всему сущему посредством открытости для опыта и развития. Все, что вы делаете, радует того, кого вы стремитесь порадовать. Не существует списка правильных и неправильных вещей. Есть только то, что совпадает с вашими истинными намерениями и целями. И то, что не совпадает. Вы можете доверять руководству, которое исходит из вас самих. Оно даст вам знать, когда вы настраиваетесь на состояние естественного для вас благополучия. Я притягиваю вибрационно-гармоничные мысли. Закон притяжения отвечает за многое, что очевидно в вашей жизни. Частичное понимание этого закона привело к возникновению множества поговорок. Вы говорите «Рыбак рыбака видит издалека». Хорошо – тем лучше, плохо – тем хуже. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Но, хотя вы все это говорите, вы не понимаете до конца истинного могущества закона притяжения. Он сводит людей вместе. Все события и обстоятельства – его результаты. Благодаря силе закона притяжения, вибрационно похожие мысли магнетически притягиваются друг к другу. Он же притягивает друг к другу людей, испытывающих определенные чувства. Даже сами ваши мысли притягиваются одна к другой, пока то, что когда-то было мелкой, незначительной и довольно слабой мыслью, не становится очень могущественным благодаря вашей концентрации. Благодаря закону притяжения, каждый из вас подобен сильному магниту, который в каждый конкретный момент притягивает к себе еще больше того, что вы испытываете. Думая и говоря, мы создаем. В вашей жизни не творит никто другой. Все это делаете вы. Все заслуги – ваши. Мы хотим, чтобы, наблюдая за собственной жизнью и жизнью окружающих, вы поняли, что ничто в них не опровергает эти могущественные законы, о которых мы рассказываем. Когда вы начнете замечать в полное соответствие того, что вы думаете и говорите, тому, что вы получаете, ваше понимание законы притяжения улучшится и возрастет желание использовать свою систему руководства, чтобы сознательно направлять свои мысли. И, конечно, вы будете куда лучше понимать жизнь окружающих. На самом деле, у окружающих это иногда даже проще увидеть. Вы замечали, что те, кто много говорит о болезнях, чувствуют себя все хуже. Вы замечали, что те, кто говорит о бедности, живут все хуже, а те, кто говорит о богатстве, получают все больше. Когда вы поймете, что ваши мысли обладают магнетической силой, а ваше внимание к ним увеличивает их силу, и, в конце концов, объект мысли становится частью вашего жизненного опыта, готовность сознательно обращать внимание на собственные чувства поможет вам выбирать направление ваших мыслей. Закон притяжения в действии легко увидеть, когда вы с кем-то разговариваете. Например, ваша подруга говорит о своей жизни, и вы, как хороший друг, обращаете внимание на ее слова и слушаете, что она рассказывает. Если вы долго на этом фокусируетесь, вам в голову начинают приходить примеры таких ситуаций из собственной жизни. Вы вступаете в разговор и делитесь похожими случаями из собственной практики, еще более усиливая вибрацию этой мысли. Достаточное внимание и разговоры на эту тему притянут в вашу жизнь другие схожие ситуации. Если возникает все больше и больше мысли о том, чего вы не хотите, в конце концов вы будете окружены мыслями, словами и ситуациями, ведущими в направлении того, чего вы не хотите. Теперь у вас с подругой найдется еще больше неприятностей для обсуждения. Но если бы вы обращали больше внимания на свои чувства, когда разговор только начал идти в направлении того, чего вы не хотите, вы бы осознали испытываемые неприятные ощущения. Вы поняли бы свое руководство, которое подсказывает вам, вы думаете и говорите о том, чего не хотите. Причиной этого предупреждения, сигнала тревоги, было разногласие того, кто вы есть на самом деле, и ваших желаний с тем, на чем вы фокусировались в этот момент. Эмоции указывали на расхождение. Руководство напоминало вам о том, что пока вы думаете и говорите о нежелательных вещах, вы как магнит притягиваете к себе ситуации, события и других существ, и вскоре в вашей жизни воплотится суть того, о чем вы говорили и чего вы не хотите. Аналогично, если вы говорите о том, чего хотите, ваши мысли будут сильнее притягиваться к этому. Все то время, пока вы говорите о том, чего хотите, ваша внутренняя сущность будет передавать позитивные эмоции, чтобы сообщать вам, что вы находитесь в гармонии с сутью своих намерений, и то, что вы к себе притягиваете, вибрационно соответствует им. Тонкое равновесие между хотеть и разрешать Наука сознательного творения – закон, находящийся в тонком равновесии. Он состоит из двух частей. С одной стороны, мысль о том, чего вы хотите. С другой – ожидание или вера, или разрешение прийти в вашу жизнь тому, что создают ваши мысли. Поэтому, если вы говорите «я хочу новую красную машину», то с помощью этих мыслей буквально начинаете воплощение красной машины в свою жизнь. Чем больше внимания этой мысли вы сейчас уделяете, тем лучше вы способны представить наличие в своей жизни красной машины, тем больше возбуждения испытываете. А чем больше возбуждения вы испытываете, то есть, чем больше положительных эмоций возникает у вас при мыслях о новой красной машине, тем быстрее машина окажется в вашей жизни. Когда вы создаете ее с помощью мысли и, думая о ней, испытываете позитивные эмоции, машина быстро появится в вашей жизни. Она была создана, она уже существует, и чтобы теперь она оказалась в вашей жизни, вы должны только разрешить это. И вы разрешаете это, ожидая события, веря в него и позволяя ему произойти. Сомневаясь в своей способности получить новую машину, вы препятствуете творению. Сказав «я хочу новую красную машину», вы начали ее создавать, но если вы добавляете «но это слишком дорого», то сами препятствуете творению. Другими словами, вы мешаете себе сотворить желаемое, не веря, не ожидая и не позволяя. Потому что для того, чтобы привлечь ваше творение в физическую жизнь, нужны обе части процесса. То, что вы говорите об объекте творения, еще не значит, что вы обязательно создадите его. Когда вы испытываете возбуждение, думая о новой машине, вы разрешаете это. Но если вы думаете о ней, включая беспокойство о том, что не можете это себе позволить, или с раздражением из-за того, что она еще не появилась, то на самом деле фокусируетесь на отсутствии машины и не позволяете ей прийти в вашу жизнь. Иногда на ранних стадиях создания желаемого вы находитесь на правильном пути, потому что чувствуете возбуждение и позитивные ожидания. А потом вы сообщаете о своем желании другому человеку, который начинает объяснять вам, почему этого не может или не должно быть. Негативное влияние друга не пойдет вам во благо, потому что, концентрируясь на сути вашего желания, вы его притягивали, а сейчас, концентрируясь на отсутствии желаемого, вы отталкиваете его. Хорошие или плохие чувства вы испытываете? Итак, вы говорите, я хочу новую красную машину, и я знаю, что она у меня будет. А потом вы говорите, так, а где же она? Я так долго ее хочу, я поверил Абрахаму, но то, чего я хочу, не появляется. Теперь вы фокусируетесь не на том, чего хотите, а на отсутствии желаемого, и благодаря закону притяжения получаете то, на чем концентрируетесь. Если вы концентрируетесь на том, чего хотите, то будете притягивать желаемое. Если вы концентрируетесь на отсутствии желаемого, то будете притягивать отсутствие. На самом деле, любой объект представляет собой два – то, чего вы хотите, и отсутствие желаемого. Если вы обращаете внимание на свои чувства, то всегда будете знать, на чем концентрируетесь – на желаемом или на его отсутствии. Потому что когда вы думаете о том, чего хотите, вы испытываете приятные чувства, а когда думаете об отсутствии этого – неприятные. Когда вы говорите «мне нужны деньги, чтобы вести такую жизнь», то притягиваете деньги. Но если вы концентрируетесь на том, чего хотите, но не имеете, думаете об отсутствии, вы отталкиваете богатство. Упражнение на сознательное творение Следующее упражнение поможет вашему сознательному творению. Возьмите три листа бумаги и на каждом верху напишите по одному желанию. Затем возьмите первый лист и подпишите. Я хочу этого по следующим причинам. Пишите все, что приходит вам в голову. Естественным образом не пытайтесь себя принуждать. Когда у вас кончатся идеи, остановитесь. Теперь переверните лист и напишите на другой стороне. Я верю, что получу это, потому что… Одна сторона листа усиливает ваши желания. Первая часть уравнения – сознательного творения. Другая сторона листа укрепляет вашу уверенность в том, что вы это получите. Вторая часть уравнения – сознательного творения. Теперь, когда вы сфокусировались и активировали в своей вибрации обе части уравнения, вы находитесь в состоянии воплощения своего желания, потому что успешно завершили обе части процесса творения. Все, что вам теперь необходимо – это хотеть. И продолжать ждать, пока вы не получите желаемое, и оно станет вашим. Вы можете одновременно творить неограниченное количество вещей, потому что не так сложно испытывать желание и одновременно ожидать его осуществления. Но в самом начале, пока вы еще только учитесь концентрировать мысли, может оказаться полезным сознательно сосредотачиваться на двух-трех желаниях одновременно, потому что чем длиннее список вещей, с которым вы работаете, тем больше возможностей испытывать сомнения при взгляде на то, чего вы пока не сумели достичь. Чем дольше вы играете в эту игру, тем лучше учитесь фокусировать мысли. В конце концов, у вас не будет причин ограничивать список. Прежде чем что-то появится в вашей физической жизни, вы должны подумать об этом. Ваша мысль – это приглашение. Без нее ничего не будет. Мы рекомендуем намеренное принятие решения о том, чего вы хотите, а затем намеренные размышления о том, чего вы хотите, и намеренное отсутствие мысли о том, чего вы не хотите. При этом мы рекомендуем каждый день выделять какое-то время, чтобы посидеть и намеренно представить себе картину того, что вы хотите видеть в своей жизни. Это мы и назвали «мастерской сознательного творения». Сформулируйте в своей повседневной жизни намерение замечать вещи, которые вам нравятся. Сегодня, чем бы и с кем бы я не занимался, мое основное намерение – искать вещи, которые мне нравятся. Намеренно собирая эту информацию, вы накопите достаточные ресурсы, чтобы эффективно соседать в своей творческой мастерской. Мысли, вызывающие сильные эмоции, воплощаются быстро. Мы говорили вам, что ваши мысли обладают магнетической силой. Сейчас мы хотим пояснить это. Каждая мысль обладает созидательным потенциалом, но мысли, не вызывающие сильных эмоций, очень медленно притягивают в вашу жизнь свой объект. Только мысли, которые вызывают у вас сильные чувства, будь то положительные или отрицательные, приводят к быстрому воплощению своей сути в вашей физической жизни. Ваши эмоции – это сообщения внутренней сущности, которые дают вам понять, что вы сейчас получаете энергию Вселенной. Если вы идете с приятелем на фильм ужасов и, сидя в кинотеатре, наблюдаете все пугающие детали в цвете и звуке, вы в этот момент находитесь в негативной мастерской. Потому что, когда вы представляете все то, чего не хотите видеть, ваша внутренняя сущность через эмоции говорит вам то, что вы сейчас видите настолько яркое, что Вселенная передает в него энергию. К счастью, выходя из зала, вы обычно говорите «это было просто кино», поэтому не ожидаете ничего. Вы не верите, что это случится с вами, поэтому не завершаете вторую часть уравнения. Вы думали и испытывали эмоции, поэтому создавали, но не впускаете это в свою жизнь, потому что на самом деле не ожидаете. Однако, если, выходя из зала, ваш друг скажет «может быть, это и просто кино, но со мной такое однажды случилось», вы можете начать задумываться над этим и в процессе можете вызвать у себя уверенность или ожидание, что это может случиться и с вами. Тогда так и будет. Думать с одной стороны и ожидать или верить с другой – это уравнение дает вам все, что вы получаете. Если вы хотите чего-либо и ожидаете этого, оно скоро станет вашим. Однако не так часто удается достичь равновесия, чтобы ваши желания и ожидания были одинаковы. Иногда желание очень сильное, а веры нет совсем. Например, в истории о матери, чей ребенок оказался придавлен автомобилем. Женщина не верила, что может поднять такую тяжесть и освободить ребенка, но ее желание было настолько сильно, что ей это удалось. С другой стороны, часто бывает, что вера сильна, а желания нет. Создание болезни, например, рака – именно такой случай, когда ваша вера сильна, а желания отсутствует. Многие из вас много раз в день оказываются, как мы это называем, в негативной мастерской. Когда вы сидите за столом с пачкой счетов, испытывая страх или беспокойство из-за того, что у вас недостаточно денег, чтобы заплатить по ним, вы находитесь в негативной мастерской. Потому что, думая таким образом о том, что у вас недостаточно денег, вы и дальше создаете то, чего не хотите. То, что вы чувствуете – сигнал вашей внутренней сущности, который говорит о том, что ваши текущие мысли не гармонируют с вашими желаниями. Суть процесса сознательного творения Давайте подведем итог того, о чем мы говорили, чтобы вы могли составить четкий план сознательного контроля над своей жизнью. Во-первых, поймите, что вы – больше, чем физическое тело, что существует более мудрая, древняя, значительная часть вас, которая помнит все ваши жизни, и самое главное – знает, что вы есть сейчас. С этой всеобъемлющей точки зрения эта часть вас может передавать вам точную и полную информацию о правильности того, что вы делаете, говорите или думаете, или того, что вы собираетесь сказать или подумать. Если вы четко сформулируете ваши намерения, то система руководства может работать еще эффективнее, потому что она способна вмещать всю информацию, полученную от всего, пережитого всех желаний, намерений, убеждений, и сравнивать ее с вашими действиями – нынешними или будущими, чтобы давать понятные рекомендации. На протяжении дня обращайте внимание на свои чувства. Когда вы заметите негативные эмоции, прекратите делать то, что сейчас вызывает их, потому что негативные эмоции означают, что в данный момент вы соседаете неправильно. Негативные эмоции возникают только, когда вы делаете что-то не то. Поэтому, когда вы замечаете, что испытываете негативные чувства, неважно по какой причине, откуда они взялись, в какой ситуации, перестаньте делать то, чем сейчас занимаетесь, и мысленно сконцентрируйтесь на том, что ощущается лучше. Занимайтесь процессом сознательного творения. Каждый день по 15-20 минут. В тишине, чтобы вас ничего не беспокоило и не отвлекало. Мечтайте о жизни. Представляйте себя таким, каким вы хотите быть, в окружении того, что вам нравится. Внимание к тому, что есть, создаёт его. Кон притяжение реагирует на вас, на вашу точку притяжения, а точку притяжения создаёт ваши мысли. То, что вы чувствуете, вызывается тем, что вы думаете. Поэтому то, что вы чувствуете в отношении себя самого, – ваша сильная точка магнетического притяжения. Чувствуя себя бедным, вы не сможете притягивать богатство. Чувствуя себя полным, вы не сможете притягивать худобу. Чувствуя себя одиноким, вы не сможете притягивать дружбу. Это противоречит закону. Окружающие часто указывают вам на реальность. Они говорят – взгляни в лицо фактом, посмотри на то, что есть. А мы говорим вам – если вы способны видеть только то, что есть, тогда по закону притяжения вы будете создавать только то, что есть, и так далее. Чтобы притягивать что-то иное или что-то большее, вы должны суметь вынести свои мысли за пределы того, что есть. Эмоциональное внимание к тому, что есть, словно корни, которыми вы врастаете в одну точку, но эмоциональное, счастливое видение того, что вы бы хотели начать притягивать свою жизнь, принесет вам соответствующие изменения. Вы захотите сохранить многое из того, что сейчас есть в вашей жизни. Поэтому продолжайте уделять внимание этим вещам, и они останутся у вас. Но вы должны перестать обращать внимание на то, чего не хотите. Понимание ценности объекта притягивает его. Изменения в вашей жизни быстрее всего вызывают мысли, пробуждающие в вас эмоции. Если вы думаете о чем-то и не испытываете эмоций, то сохраните уже имеющиеся. Поэтому то, что вы уже создали и высоко цените, будет оставаться в вашей жизни, пока вы продолжаете ценить это. Но о том, чего у вас пока нет, но чтобы вы вскоре хотели очень сильно получить, вы должны создавать четкие, сознательные, намеренные мысли, порождающие эмоции. Очень эффективный способ использования творческой мастерской – обдумывать качества, которые вы цените в наиболее важных для вас вещах. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к какой-то теме, ваше внимание к деталям возрастает. Со временем деталей становится все больше, и ваши чувства в отношении этой темы тоже усиливаются. Подобное использование творческой мастерской дает все необходимое для сознательного творения, потому что вы думаете о том, чего хотите, и эмоциональной оценкой позволяете желаемому воплотиться в вашей жизни. Когда вы будете регулярно посещать творческую мастерскую, то начнете замечать очевидную связь между тем, о чем думаете, находясь в ней, и тем, что воплощается в вашей жизни. «Будут ли универсальные законы работать, если я в них не верю?» Джерри, Абрахам, скажите, законы, о которых вы говорите, универсальные законы, работают ли они, даже если мы не верим в них? Абрахам, да, конечно. Вы создаете вибрации, даже если не знаете об этом. Поэтому существует созидание по умолчанию. Вы не можете выключить механизм творения, он действует постоянно, и законы всегда реагируют. Поэтому так важно понимать их. Не знать законы все равно, что играть в игру, правила которой вам неизвестны. Играя в нее, вы не будете понимать, почему получаете именно то, что получаете. Такая игра начинает раздражать, и большинство бросает ее. Как не получать нежелаемое? Джерри, Абрахам, расскажите людям, как не получать то, чего они не хотят. Абрахам, не думайте о том, чего не хотите. Не уделяйте мысли тому, чего не хотите, потому что все притягивается вашим вниманием. Чем больше вы о чем-то думаете, тем сильнее становится мысль, и тем больше она вызывает эмоций. Когда вы говорите, я больше не буду об этом думать, то все еще продолжаете думать об этом. Поэтому лучше думать о чем-то другом, о том, чего вы хотите. Потренировавшись, вы сможете по своим эмоциям определять, думаете ли о чем-то желанном желанном или нежеланном? Кажется, цивилизованному обществу не хватает радости. Джерри, Я бы назвал общество, в котором мы живем, очень цивилизованным. В экономической и материальной сфере у нас все неплохо, но я не вижу особой радости в людях, окружающих меня на улице, в бизнесе и так далее. Это из-за того, о чем вы говорили, у них слабое желание и сильная вера. Абрахам. Большинство людей создают значительную часть своих вибраций в ответ на то, что они видят. Поэтому, когда они видят то, что вызывает у них приятные чувства, они испытывают радость. А когда видят то, что вызывает негативные чувства, то не испытывают радости. При этом, большинство людей не верят в то, что они могут контролировать свои чувства, потому что не могут научиться контролировать условия, вызывающие у них эти эмоциональные реакции. Именно убежденность в том, что они не контролируют собственные переживания – причина отмеченного отсутствия радости. Мы напоминаем, что если вы будете продолжать обращать внимание на отсутствие у них радости, ваше тоже пропадет. Я хочу желать сильнее. Джерри, еще вы говорили, что даже если наше желание сильно, вера может не быть такой сильной. Как нам вызвать у себя страстное желание в описанной вами мастерской? Абрахам. У всего есть начало. Он предоставит вам примеры и варианты, а потом, чем больше вы будете об этих вариантах думать, тем сильнее вы будете хотеть. Внимание к любой теме придаст ей энергии, а следовательно, усилится эмоции. Когда вы думаете о том, чего хотите, и постоянно добавляете подробностей, эти мысли становятся сильнее. Но если вы сначала думаете о желаемом, а потом о его отсутствии, и о том, как здорово будет получить его, а потом о том, что оно дорого стоит, и вы пока не можете этого себе позволить, такое противоречивое мышление ослабляет желание и снижает силу ваших мыслей. Как избавиться от непродуктивных убеждений? Джерри. Могут ли люди создавать в конкретном направлении, если другие вызвали у них убеждение, что они обречены создавать в другом направлении? Абрахам. Если их желание достаточно, то да. К примеру, в упоминавшемся случае мать под влиянием общества и собственного опыта верила, что она не может поднять тяжелый автомобиль. Но когда ее желание стало достаточно сильным, когда ее ребенок оказался в опасности, она сумела это сделать. Поэтому, если желание достаточно сильно, оно превосходит убеждение. Убеждения обладают огромной силой и меняются медленно, но их возможно изменить. Продолжая стремиться к лучшим мыслям, вы отыщете и активируете их. На них отреагирует закон притяжения, и со временем ваша жизнь отразит изменения в мышлении. Если вы придерживаетесь мнения, что можете верить только в то, что основано на имеющихся у вас фактических доказательствах, то для вас ничто не может измениться. Но если вы поймете, что изменение фокуса мыслей и реакция закона притяжения на новую мысль даст вам новые доказательства, то поймете и силу сознательного творения. Абрахам 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 Вы не можете творить в чужой жизни, потому что не можете вибрировать за другого человека. Но когда вы концентрируетесь на чем-то достаточно долго, эта мысль усиливается, вы испытываете в ее отношении сильные чувства, вы можете повлиять на мысли человека на данную тему. Помните, большинство людей создают вибрации в ответ на то, что они видят, поэтому если они наблюдают за вами и видят у вас на лице беспокойство или слышат о вашем волнении, то вполне могут развернуться в нежеланном направлении. Если вы хотите быть максимально полезными другим, старайтесь видеть их такими, какими, как вы знаете, они хотят быть. Это то влияние, которое вы хотите оказывать. Можно ли снять навязанную программу? Джерри Если чей-то разум был запрограммирован другими на определенные убеждения, а человек считает, что это убеждение больше не является для него желательным, как ему от него избавиться? Абрахам На вас негативно воздействуют два ключевых фактора. Первый – влияние других. Второй – влияние собственных. У вас есть устоявшиеся способы мышления. Поэтому вам проще вернуться к старым привычкам, чем думать новые мысли, которые гармонируют с новым желанием. Это вопрос намеренного приложения некоторой силы, можно сказать, силы воли и концентрации внимания в другом направлении. Программирование, о котором вы говорите, это просто результат вашей концентрации на чем-то и реакции закона притяжения на эту концентрацию. То есть все, на чем вы концентрируетесь, усиливается. Отчасти то, что вы называете программированием – это просто здоровая интеграция в ваше нынешнее общество. Но в какой-то степени оно действительно может препятствовать вашему личному развитию. Со временем вы научитесь определять разницу и направлять мысли в сторону вашего собственного выбора. Именно в этом суть сознательного творения. Моя точка силы в настоящем моменте Джерри, Абрахам, в книгах Сета есть следующая фраза. Ваша точка силы в настоящем моменте. Что это для вас означает? Абрахам, думаете ли вы о чем? Что происходит сейчас? Или о том, что случилось в прошлом? Или о том, чего бы вы хотели в будущем? Вы делаете это в настоящий момент. Вы создаете вибрацию мысли в данный момент. И именно на мысль-вибрацию настоящего момента всегда реагирует закон притяжения. Следовательно, ваша соседательная сила существует сейчас. Также полезно осознавать, что ваши эмоции приходят в ответ на нынешнюю мысль, которая может касаться прошлого, настоящего или будущего. Чем сильнее эмоция, которую вы испытываете, тем более могущественны ваши мысли, и тем быстрее вы притягиваете в свою жизнь то, что соответствует сути этой мысли. Вы можете вспоминать спор, который у вас состоялся с кем-то несколько лет назад, или вообще с человеком, который уже 10 лет как умер, но вы вспоминаете этот спор сейчас и активируете его вибрацию сейчас, и он сейчас влияет на вашу точку притяжения. Как возникло первое негативное событие? Джерри. Я часто думаю о том, как возникла первая болезнь или первое негативное событие. Правда ли, что они появляются из-за того, что мы думаем о них? Другими словами, как с первой электрической лампой, сначала возникла мысль, а затем электрическая лампа, так и наше движение к увеличению болезней или приятных и увлекательных вещей только на один шаг или на одну мысль отстает от того, о чем думали раньше. Абрахам. Все неважно. Считаете ли вы его хорошим или плохим, является всего лишь следующим логическим шагом с того места, на котором вы находитесь сейчас. Вы правильно понимаете, что мысль была в начале. Сначала возникает мысль, затем мыслеформа, затем воплощение. Ваша нынешняя ситуация – основа опыта, который вызывает следующую мысль и еще следующую. Когда вы поймете это, то сможете выбирать позитивное или негативное ожидание. Но в любом случае закон притяжения будет добавлять мысли сил, пока она, мысль, не воплотится. Вы можете захотеть более осмысленно направлять свои мысли. От вашего первого, легкого внимания к чему-либо, ничто еще не воплощается. Чтобы привлечь к объекту достаточно мыслей и вызвать его воплощение, необходимы время и внимание. Поэтому увеличивается количество всего – и желательного, и нежелательного. Другими словами, болезни усиливаются, и число их возрастает, потому что люди все больше и больше на них фокусируются. Воображение и визуализация – это одно и то же? Джерри. Абрахам, как бы вы объяснили понятие воображение? Что оно для вас значит? Абрахам. Воображение – это смешивание и обработка мыслей в различных сочетаниях. Это похоже на наблюдение за происходящим. Однако воображение – вы создаете образы, а не наблюдаете за вашей реальностью. Некоторые используют слово «визуализация», но мы бы хотели внести некоторые различия. Визуализация – это часто всего лишь вспоминание о чем-то, что вы некогда наблюдали. Под воображением мы понимаем намеренное мысленное смещение желаемых компонентов с целью создать желаемую сцену. Другими словами, концентрация с намерением вызвать положительные эмоции. Когда мы используем понятие воображения, то на самом деле говорим о намеренном творении вашей реальности. Джерри. Но как человек может визуализировать или вообразить то, чего еще не видел? Например, своего будущего партнера, ребенка, которого он бы хотел, или занятие, которое раньше не рассматривалось? Абрахам. Наблюдая за окружающим миром, вы намеренно собираете приятные для вас аспекты жизни и думаете о них. Обращайте внимание на чью-то прекрасную улыбку или чей-то красивый дом. Ведите мысленные или бумажные заметки о том, что вам нравится в этом мире, а затем мысленно смешивайте эти компоненты, создавая сценарии и версии жизни, которые вам нравятся. Не ищите себе образцы для подражания, потому что вы уникальны и творите собственную уникальную реальность. Со временем вы поймете или вспомните, что искусство воображения приносит в вашу жизнь приятные результаты. Еще это очень увлекательно и весело само по себе. Когда вы начнете с утверждения «я хочу знать, чего я хочу», то станете притягивать по закону различные примеры. Собирая поступающую к вам информацию, сделайте своим основным намерением каждый день искать вещи, которых вы хотите. Тогда вы сможете оглядеться и увидеть в других те качества и черты, которые хотели бы видеть в своем партнере, друге или занятии. На самом деле идеального образца для подражания в любой области не существует. Вы сами его создаете. Иногда мы слышим слова «я хотел быть богатым», а потом увидел богатого человека, у которого было плохое здоровье и неудачный брак. Поэтому богатство стало у меня ассоциироваться с неудачным браком и плохим здоровьем, и я перестал его хотеть. Мы говорим «собирайте информацию о богатстве, если оно вам нужно, и оставьте без внимания плохое здоровье и неудачный брак». Джерри. Значит, мы можем визуализировать составление из желаемых качеств партнера или ребенка, или работы, которую хотели. Абрахам. Да. В этом на самом деле смысл мастерской. Это место, где вас не будут отвлекать, где вы начнете складывать мысленные образы. Джерри. Значит, это не обязательно должно быть что-то уже существующее. Это должно быть то, что, по вашим ощущениям, вы хотите испытать. Абрахам. И, работая в своей мастерской, вы обнаружите, что в большинстве случаев это может получиться не сразу. Вы поймете, когда это произойдет, потому что почувствуете восторг. Было ли у вас так, что вы работаете над каким-то проектом, думаете о нем довольно много, и вдруг восклицаете. У меня возникла хорошая идея. Это чувство. У меня возникла хорошая идея, и есть момент начала творения. Иначе говоря, вы перебирали мысли, пока не стали достаточно конкретны, и не наткнулись на идеальное сочетание мыслей, когда ваша внутренняя сущность передает вам эмоции, означающие «Да, это оно. Теперь у вас это есть». Таким образом, смысл мастерской думать в ней о разных вещах, пока у вас не возникнет ощущения хорошей идеи. Джерри. Если сильное намерение, которое мы визуализируем, еще не материализовалось, какова самая распространенная причина? Абрахам. Если вы только визуализировали свое намерение, то оно должно воплотиться и быстро. Ключ в чистоте визуализации под этим мы имеем в виду чистое создание мыслей, только в желаемом направлении. Когда вы говорите «Я хочу этого, но…», добавляя это «но», вы отменяете желание или не даете ему возникнуть. Зачастую вы создаете не меньше мыслей об отсутствии желаемого, как и о его наличии. Если то, чего вы хотите, приходит к вам медленно, причина у этого может быть только одна – вы больше фокусируетесь на его отсутствии, чем на наличии. Если вы можете понять, чего хотите, и намеренно, отчетливо думать о желаемом, пока его не получите, то суть того, чего вы хотите, появится у вас очень быстро. Если вы можете тратить время на чистое представление того, чего хотите, не уделяя внимания реальности того, что есть, то будете притягивать все больше и больше желаемого вместо того, что есть. Вопрос только в том, чтобы изменить свою магнетическую точку притяжения. Отстраните свои взоры, слова и мысли от того, что есть, и направьте их только на то, чего вы хотите. Чем больше вы думаете и говорите о том, чего вы хотите, тем быстрее желаемое окажется вашим. Абрахам, когда вы поймете закон притяжения и начнете намеренно направлять свои мысли, желаемое будет быстро и неизменно приходить в вашу жизнь, и терпение не потребуется. Мы не в восторге от необходимости запасаться терпением, потому что это означает, что события по своей сути происходят долго, а это не так. Они занимают много времени, только когда у вас противоречивые мысли. Если вы идете то вперед, то назад, снова вперед и снова назад, то потенциально вы можете вообще не прийти туда, куда стремитесь попасть. Но когда вы перестаете двигаться назад и идете только вперед, то придете быстро. Для этого терпение не нужно. Квантовый скачок. Джерри. Легко сделать небольшой шаг оттуда, где мы находимся, и просто сделать чуть больше, чем мы думаем, быть собой немного больше и иметь чуть больше, чем у нас есть сейчас. А как насчет того, что можно назвать квантовым скачком? То есть достичь чего-то превосходящего все, что мы видели раньше. Как создать нечто подобное? Абрахам. Отлично. Вы дошли до сути. Вам проще двигаться маленькими шагами, потому что проще взять имеющиеся на данный момент убеждения и слегка их раздвинуть. Вы не меняете их полностью, а просто слегка расширяете. Квантовый скачок часто означает, что вы должны избавиться от имеющегося убеждения и принять новое. Квантовый скачок – не совершить усиливая часть уравнения с убеждением разрешением. Квантовые скачки происходят при взаимодействии части с желанием. Вы согласны, что мать, в упоминавшемся выше примере, которая подняла автомобиль, придавивший ребенка, пережила квантовый скачок? Если бы она занималась в спортзале, ей потребовалось бы очень много времени, чтобы постепенно убедить себя, что она может поднять что-то настолько тяжелое. Но сила ее желания мгновенно вызвала квантовый скачок. Мы не рекомендуем квантовые скачки, потому что для них требуется разительный контраст, который дает резкий импульс желанию и может вызвать удивительные результаты. Этот результат почти всегда временный, потому что баланс убеждений, в конце концов, вернет вас на исходную позицию. Постепенное смещение убеждений в сторону желаний – более удовлетворительный способ созидания. Джерри, скажите еще раз, «Как мы можем усилить свои желания? Как можно заставить себя хотеть больше?» Абрахам. Думайте о том, чего, по вашему мнению, вы хотите, и закон даст вам больше информации, больше сведений и больше ситуаций для творения. Понимаете ли, вполне естественно, что, глядя на объект своего желания, вы испытываете сильные позитивные эмоции. Поэтому вопрос в том, чтобы удерживать свои мысли на том, чего вы хотите. Если это возможно, ходите туда, где находятся объекты вашего желания, чтобы намеренно вызывать у себя приятные чувства. А когда вы хорошо себя чувствуете, все, что по вашим представлениям хорошо, будет притягиваться в вашу жизнь. Когда вы на чем-то фокусируетесь, закон притяжения занимается усилением. Поэтому, если вам кажется, что для усиления желаний и позитивных эмоций требуется много работы, то это можно объяснить таким образом. Вы думаете о том, чего хотите, а затем о противоположном, поэтому препятствуете постоянному продвижению вперед. Джерри, тогда какова, по-вашему, причина того, что почти всем людям кажется, будто они могут создавать или воплощать небольшие вещи, но не могут создавать большие? Абрахам. Причина в том, что они не понимают закон и основывают то, что может быть на том, что было. Когда вы понимаете законы, то знаете, что дом создать не сложнее, чем пуговицу. Они равны. Десять миллионов создать не сложнее, чем сто тысяч. Это одинаковое применение закона к разным намерениям. Как мне доказать это окружающим? Джерри, если человек хочет проверить эти законы или принципы, чтобы попробовать доказать их реальность кому-то другому и говорит «Сейчас я тебе покажу, что у меня получится», влияет ли это на эффективность законопритяжения? Абрахам. Проблемы с попытками что-либо доказать состоят в том, что они часто заставляют вас бороться с тем, чего вы не хотите. Делая это, вы активируете в своей вибрации именно это, из-за чего вам труднее достичь того, чего вы хотите. Вам могут также помешать чужие сильные сомнения, потому что они влияют на вас и вызывают сомнения. Нет необходимости доказывать что-либо кому бы то ни было словами. Пусть примером для других станет то, что вы есть, и то, как вы живете. Откуда берется потребность доказывать собственную ценность? Джерри. Абрахам. Как вы думаете, почему так много из нас в физической форме испытывают потребность оправдываться за то хорошее, что с нами происходит? Абрахам. Отчасти причина в том, что люди ошибочно убеждены в ограниченности ресурсов. Поэтому им кажется, что они должны объяснять другим, почему получают что-то вместо них. Другая причина – вера в недостойность. В вашем физическом измерении существует очень могущественная мысль. Вы недостойны, поэтому вы здесь, чтобы доказать, что достойны. Вы здесь не для того, чтобы доказывать свою ценность. Вы достойны. Вы здесь для радостного развития. Вы пришли в реальность этого пространства времени силой вашего желания и разрешения. То есть, через применение тех самых законов, о которых здесь идет речь. Поэтому само ваше физическое существование здесь – доказательство того, что вы достойны быть, делать и получать все, что желаете. Понимаете? Если вы сумеете понять, что мысль о собственной недостойности так неприятна, потому что полностью противоречит чувствам вашей внутренней сущности, то можете попробовать улучшить направление своих мыслей. Но если вы этого не понимаете, то зачастую блуждаете, пытаясь доставить удовольствие другим. А поскольку от вас все ожидают разного, вы рано или поздно теряетесь. Когда вы пытаетесь оправдываться, то находитесь в негативном состоянии, потому что не фокусируетесь на том, чего хотите. Вместо этого вы пытаетесь убедить других, что имеете право желать, а этого делать не нужно. Все и так правильно. Как способ Абрахама соотносится с действием или работой? Джерри Многие из тех, кого я знаю, и кто добился в своей жизни великолепных результатов, люди, с которыми радостные события происходят физически, и в отношениях, и в области здоровья, кажется, не прикладывают особых физических усилий, чтобы получать все это. Такое впечатление, что они работают намного меньше, чем другие, которые трудятся изо всех сил, а получают незначительные результаты. Каким образом ваши рекомендации по созданию желаемого соотносятся с физической работой или действием? Абрахам Вы пришли в этот мир не для того, чтобы создавать действия. Наоборот, ваши действия должны быть способом получать удовольствие от того, что вы создали мыслью. Когда вы тратите время на то, чтобы сознательно создавать мысли, осознаете энергию упорядочивания мыслей о желаниях с соответствующими убеждениями и ожиданиями, закон притяжения дает вам результаты, к которым вы стремитесь. Однако, если вы не посвятите время упорядочиванию мыслей, то все действие в мире не сможет компенсировать их несоответствие желаемому. Действие, которое вдохновляет гармоничными мыслями, это радостные действия. Действие, которое произрастает из противоречивых мыслей, это тяжелая работа, не дающая удовлетворения и не приносящая результатов. Когда вы всерьез чувствуете готовность приступить к действиям, это ясное указание на то, что ваши вибрации чисты, и вы не добавляете своему желанию противоречивых мыслей. Когда вам тяжело заставить себя что-то сделать или действие не дает желаемых результатов, то всегда потому, что вы создаете мысли, противоречащие вашему желанию. Сейчас вы направлены в первую очередь на физические действия, потому что еще не понимаете силу мыслей. Когда вы лучше научитесь пользоваться сознательными мыслями, то вам придется действовать не так много. Создание будущих ситуаций Люди часто говорят нам, «Но, Абрахам, я должен что-то делать, и я не могу сегодня сидеть и думать. Мы согласны, что у вас есть жизнь, и она требует действий. Но если бы мы были на вашем физическом месте, то сегодня же начали бы создавать как можно больше мыслей о важных для нас вещах. А если бы мы ловили себя на мыслях о том, чего не хотим, которые всегда сопровождаются негативными эмоциями, то остановились бы и попытались найти иной, более приятный способ об этом думать. Со временем жизнь начнет улучшаться во всех сферах. Допустим, вы идете по улице и видите сильного, по вашим меркам, хулигана, который бьет слабого человека. Прямо сейчас требуются какие-то действия. Ваши варианты на данной стадии воплощения. Или уйти и допустить, чтобы слабый пострадал, или вмешаться и рисковать пострадать самому. Оба варианта неудовлетворительны. Можете совершать любое действие по собственному выбору, но не оставляйте свои мысли прежними. Соберите позитивные образы из жизни людей, которые живут более гармонично, и принесите их в свою мастерскую. Пусть такой тип мыслей будет у вас наиболее активной вибрацией. Со временем закон притяжения перестанет приводить вас в ситуации, из которых нет положительных выходов. Тот, кто считает себя спасителем, защищающим слабых от сильных, часто будет сталкиваться с людьми, которые нуждаются в помощи. Если вы хотите попадать в подобные ситуации, то продолжайте о них думать, и закон притяжения будет их вам предоставлять. А если вы предпочитаете что-то другое, думайте об этом, и закон притяжения предоставит вам это. Объекты ваших мыслей предопределяют вашу будущую жизнь. Как Вселенная выполняет наши противоречивые желания? Джерри. Я говорил людям, что мои наблюдения показывают, те, кто работают больше всех, имеют меньше всех, а те, кто работают меньше, имеют больше. Но кто-то же должен сажать картошку, доить коров, бурить скважины для добычи нефти и делать все то, что мы называем тяжелой работой. Объясните мне, Абрахам, как все может сложиться так, чтобы каждый из нас мог иметь, делать и быть тем, чем хочет, какую бы работу ни приходилось выполнять. Абрахам. Вы живете во Вселенной, которая кажется нам идеально уравновешенной. Вы как повара в хорошо оборудованной кухне. Все мысленные ингредиенты находятся там в изобилии, позволяя вам создавать любые блюда пожелания. Если вы действительно не хотите что-либо делать, вам трудно представить, что есть те, кто может хотеть это делать или не возражает против этого. Мы точно знаем, что если бы ваше общество решило, что не хочет выполнять определенную работу, силой своего желания вы бы создали иной способ ее делать или научились бы обходиться без нее. Для общества нормально достигать точки, в которой вещь перестает быть желанной и поэтому прекращает существовать. Ее заменяет новое, улучшенное изобретение. Чем физическая жизнь отличается от нефизической? Джерри, каковы основные различия между нашей жизнью здесь, в физическом мире, и в вашей, вне физическом измерении? Что есть у нас на Земле такого, чего нет у вас? Абрахам, вы – физическое продолжение того, что есть мы. Поэтому мы чувствуем большую часть того, что чувствуете вы. Однако мы не позволяем себе фокусироваться на вещах, которые у вас вызывают дискомфорт. Мы лучше фокусируемся на том, чего хотим. Поэтому не испытываем негативные эмоции, знакомые вам. Вы обладаете той же способностью чувствовать, что и мы. На самом деле, когда вы находитесь в состоянии одобрения или, например, любви, то сама эмоция, которую вы испытываете, указывает, что вы воспринимаете текущую ситуацию так же, как мы. Нет никакой разницы между тем, что вам известно, как физический мир, и тем, что вам кажется нашим нефизическим миром. Но в нефизическом мире у нас более чистые мысли. Мы не боремся с тем, чего не хотим. Мы не думаем об отсутствии желаемого. Мы полностью уделяем свое внимание постоянно изменяющимся желаниям. Ваш физический мир – Земля – прекрасное место для совершенствования наших знаний, потому что здесь ваши мысли не воплощаются немедленно, у вас есть буфер времени. Когда вы мысленно формулируете, чего хотите, мысль должна быть очень ясной, достаточно ясной, чтобы вызывать эмоции, чтобы начать процесс притяжения. И даже тогда вы должны разрешить и ожидать ее появления в вашей жизни, чтобы она воплотилась. Буфер времени дает вам массу возможностей отчетливо понять, насколько желаемой ощущается для вас мысль. Если бы вы были в измерении, где воплощение моментально, то проводили бы больше времени, пытаясь избавиться от своих ошибок, что многие из вас делают и сейчас, чем создавая желаемое. Джерри, а что именно в зоне временного буфера выбраковывает из наших мыслей нежелательные, прежде чем они воплотятся? Абрахам, в большинстве случаев они не выбраковываются. У большинства людей есть немного того, что они хотят, и немного того, чего они не хотят. Большинство практически все в своей жизни создают по умолчанию, потому что не понимают правил игры. Они еще не понимают законов. Но есть люди, которые начинают понимать эти вечные законы Вселенной. Мы сейчас имеем в виду, что они существуют, даже если вы о них не знаете, во всех измерениях. Для них осознание их чувств и определяет, какие из мыслей воплотятся. Надо ли визуализировать способы воплощения? Джерри, Абрахам, когда мы визуализируем что-либо, чего хотим или думаем об этом, надо ли нам искать средства, то как получить это помимо, собственно, желания? Или правильнее визуализировать только конечный результат, а как в той или иной степени решиться само? Абрахам. Если вы уже определили, что хотите пользоваться определенными средствами, то можно уделять внимание и им. Очень простой способ определить, что вы недостаточно, или наоборот, чрезмерно конкретны, ориентироваться на свои чувства. Другими словами, когда вы находитесь в мастерской, детали ваших мыслей вызывают энтузиазм или позитивные эмоции. Но если вы чересчур вдадитесь в подробности, не собрав достаточной информации, то почувствуете сомнение или беспокойство. Следовательно, осознать баланс намерений можно, обращая внимание на чувства. Будьте достаточно конкретны, чтобы испытывать положительные эмоции, но не настолько, чтобы начать испытывать отрицательные. Когда вы говорите о том, чего хотите и почему, то обычно чувствуете себя лучше. Однако, если вы говорите о том, чего вы хотите, но как оно у вас появится, вы прямо сейчас пока не знаете, то конкретные мысли покажутся вам неприятными. Если вы говорите о том, кто поможет этому сбыться, когда или где это случится, но у вас нет ответов на такие вопросы, то эти подробности скорее помешают, чем помогут. Вы должны желать как можно подробней, но при этом продолжать испытывать позитивные эмоции. Не слишком ли я конкретен? Джерри. Допустим, мне бы хотелось и доставило бы радость быть учителем. Будет ли полезно сказать, теперь мне нужно решить, что я хочу преподавать историю, математику или философию в университете или где-то еще? Абрахам. Когда вы думаете о причинах, по которым хотите стать учителем, например, я хочу помогать другим достичь радости, которую открыл в этом знании, позитивные эмоции указывают, что эта мысль способствует созиданию. Но если вы потом начнете говорить, но я недостаточно подготовлен по этому предмету, или современная система образования не предоставляет ученикам свободы, или я помню, как скованно я чувствовал себя, когда учился, или у меня никогда не было любимых учителей, эти мысли покажутся неприятными, и такая конкретика препятствует радостному творению. Вопрос не в том, надо ли быть конкретным или нет, вопрос в направлении мыслей. Вам нужны мысли, которые ощущаются приятно. Поэтому ищите такие мысли, и поймите, что вы найдете их быстрее, если будете придерживаться только общих формулировок. Но уже потом, почувствовав себя хорошо, продолжайте постепенно добавлять все больше и больше приятных деталей, пока не сможете с легкостью вдаваться в подробности и при этом испытывать положительные эмоции. Это лучший способ созидать. Джерри, тогда лучше просто представлять себе суть результата, а подробности сами решаться. Абрахам, да, неплохой способ. Переходите сразу к желаемым конечным результатам. Представьте, что уже достигли желаемого, и уже с этими приятными чувствами вы будете притягивать конкретные мысли, людей, событий и обстоятельства, которые приведут к воплощению. Джерри, а насколько подробно вы бы порекомендовали думать о конечном результате нашего желания? Абрахам, в своих мыслях о желаемом будьте максимально подробны, но продолжайте испытывать приятные чувства. Можно ли стереть ненужные прошлые мысли? Джерри, можно ли каким-нибудь образом стереть все прошлые переживания, мысли и убеждения, которые не способствуют нашему радостному творению сейчас? Абрахам, нельзя посмотреть на нежелательный опыт и провозгласить, что вы больше не будете об этом думать, потому что таким образом вы думаете именно об этом. Вы можете думать о чем-то другом. И, уделяя внимание чему-то другому, вы лишите энергии нежелательные элементы прошлого. Со временем вы совсем перестанете об этом думать. Вместо того, чтобы изо всех сил пытаться стереть прошлое, сфокусируйтесь на настоящем. Думайте о том, чего вы хотите сейчас. Как можно изменить полосу неудач? Джерри. Если человек оказывается в полосе неудач, когда все, что было для него дорого, разрушается или исчезает, как можно остановить это и перенаправить ситуацию в позитивную сторону? Абрахам. Замечательный вопрос. Полоса неудач – результат воздействия законопритяжения. Иными словами, она начинается с небольшой негативной мысли. Затем в нее притягиваются еще мысли и разговоры, пока она не набирает силу и становится, можно сказать, широкой полосой неудач. Нужно быть очень сильным существом, чтобы не думать о нежелательном, когда оно настолько могущественно. То есть, если у вас болит палец, трудно думать о здоровой ноге. В крайне негативных ситуациях мы предложили бы отвлечься, а не пытаться изменить мысль. Например, попробуйте уснуть, сходите в кино, послушайте музыку, погладьте кошку, сделайте что-нибудь, что изменит ваши мысли. Даже когда вы находитесь в полосе неудач, что-то в вашей жизни будет лучше, чем все остальное. Концентрируйтесь на лучшем из того, что у вас есть, даже если это незначительная часть происходящего. И закон притяжения принесет вам больше этого лучшего. Вы можете заменить широкую полосу неудач столь же широкой полосой везения, все больше и больше направляя свои мысли на то, чего вы хотите. А что, если двое хотят одного и того же? Джерри, в конкурентной ситуации, если один человек получает приз, это означает, что второй его не получает. Как может каждый получить то, чего хочет? Абрахам, следует понять, что количество призов не ограничено. Когда вы намеренно входите в ситуацию, когда приз только один, то автоматически знаете, что его получит только один человек. Его получит тот, у кого самое четкое и сильное желание и наибольшее ожидание победы. Конкуренция, соревнования, могут помочь вам, потому что стимулируют желание, но могут и помешать, если ослабляют веру в успех. Научитесь получать удовольствие от соревнования. Посмотрите, какие преимущества оно вам дает, даже если вы не получите приза. И если вы испытываете приятные чувства, то, несмотря ни на что, получаете, на ваш взгляд, величайший приз из всех. Вы получаете связь. Вы получаете ясность, жизненную силу, взаимосвязь с внутренней сущностью. И в таком настроении вы принесете домой множество призов. В этой безграничной вселенной нет необходимости конфликтовать из-за ресурсов, потому что они бесконечны. Вы можете лишить себя ресурсов, а потом ощущать дискомфорт. Но этот дискомфорт вы создаете сами. Если вы можете это представить, это реально. Джерри. Можем ли мы захотеть чего-нибудь такого, что вы сочтете нереальным? Абрахам. Если вы способны это вообразить, оно не нереально. Если в данной реальности пространство-времени вы смогли создать желание, то эта реальность обладает ресурсами для его выполнения. Вы просто должны вибрационно настроиться на свое желание. Джерри. А если я его могу каким-то образом представить, это означает, что я его вообразил? Абрахам. Когда вы представляете себе то, что воображаете, то притягиваете обстоятельства, в которых найдете способ создать это. Можно ли использовать эти принципы во зло? Джерри. Может ли человек использовать этот процесс творения, о котором вы говорите, чтобы создавать то, что некоторым покажется злом? Например, забирать чужую жизнь, отбирать у других вещи против их воли? Абрахам. Может ли кто-то создавать то, чего он хочет, даже если вы не хотите, чтобы он этого хотел? Джерри. Да. Абрахам. Вот и ответ. Потому что то, чего он хочет, он и притягивает. Эффективнее ли групповое сотворение? Джерри. Можно ли объединять нашу силу способность творить, если собраться группой? Абрахам. Преимущества. Объединения для совместного творения таковы, что вы можете укреплять и усиливать желания. Недостатки. Чем их больше, тем труднее концентрироваться на том, чего вы хотите. По отдельности у вас достаточно сил, чтобы создать все, что вы можете вообразить. Следовательно, объединяться не обязательно. Но это может быть весело. Что, если мне не желают успеха? Джерри. Можно ли эффективно создавать, когда мы находимся среди людей, противостоящих нашему желанию? Абрахам. Концентрируясь на своем желании, вы можете игнорировать их неприятия. Однако, если вы будете сопротивляться их противодействию, то не будете фокусироваться на том, чего хотите, и это повлияет на ваше творение. Проще уйти туда, где вам не придется фокусироваться на оппозиции, чтобы заняться своим желанием. Но, если вам придется уйти от кого-то из-за возможного противодействия, то вам придется и из города уехать, потому что наверняка там есть те, кто не разделяет ваши идеи и из страны, и вообще с планеты. Уходить от противодействия не обязательно. Просто концентрируйтесь на своих желаниях. И силой собственной ясности вы сможете позитивно творить в любых обстоятельствах. Джерри. Вы хотите сказать, что мы будем получать суть того, о чем думаем, хотим мы этого или не хотим, если с этим связаны эмоции? Абрахам. Если вы думаете о чем-то и концентрируетесь на этой мысли достаточно долго, закон притяжения добавит к этому мыслей, пока они не станут достаточно отчетливы, чтобы вызвать эмоции. Каждая ваша мысль, если продолжать о ней думать, в конце концов станет достаточно сильной, чтобы притянуть свою суть в вашу жизнь. Как использовать импульсы для развития? Джерри. Абрахам, как мы можем войти в состояние движения, где изначальный импульс будет способствовать нашему развитию, то есть продвижению вперед? Абрахам, найдите что-то одно, мысль, которая делает вас счастливыми и концентрируйтесь на этом, закон притяжения не принесет вам больше и больше. Чем больше вы думаете о том, чего хотите, тем больше позитивных эмоций будет возникать, а чем больше возникает позитивных эмоций, тем больше вы будете знать, что думаете именно о желаемом. Поэтому суть в том, чтобы намеренно и сознательно принять решение о том, какое направление движения вам нужно. Все без исключения притягивают все, что появляется в их жизни. Но когда вы намеренно выбираете направление мыслей, постепенно переводя внимание на более приятные мысли, то перестаете по умолчанию создавать нежелаемые. Сознательное восприятие могущественного закона притяжения в сочетании с решением обращать внимание на свои чувства и желанием испытывать приятные эмоции помогут вам испытать радости сознательного творения. Субтитры создавал DimaTorzok